Непроходимые улицы Бельц. Многие дороги в городе буквально состоят из ухабов. Люди жалуются, что проблема существует уже долгие годы, а власти ничего не делают для ее решения. Горожане сетуют, что после каждого дождя ходить по ямам с коляской или ребенком – настоящее испытание. И такси вызвать в эту зону – удача, поскольку водители зачастую отказываются брать заказы. О плачевном состоянии дорог жители Бельц сообщили в соцсетях. Речь идет об улицах Константина Стеря, Розейшелар, Баумана и Мицкевича. Местные жители говорят, что уже и не помнят, когда их последний раз ремонтировали. «Разумеется, очень плохо. Мы хотели поговорить со всеми соседями, собрать деньги и немного отремонтировать. Мы здесь уже залатали. Сами тоже не можем все сделать». Ужас, иначе и не скажешь. Благодаря нашим дорогам сервисы открываются, как грибы после дождя. «Соседние улицы все. Прям засыпали щебелку. А вот эту, ту, вообще ничего не делаю. Я уже здесь 23 года живу ни разу». Пока наша съемочная группа разговаривала с местными жителями, появились дорожники, которые начали засыпать ямы-гравиям. «Асса аратă un drum din Бельц, оращ cunосcut și drept capitalа Nord-ului. Гропили sunt adânчи de câțiva centimetri și sunt atât de multe, încât șoferii nu le pot околи. Лам sunat pe primарul orașului să-l întrebăm când vor ajunge drumarii pe această stradă. Рената Усатăi a refuzat să ne ofere un интервью». Однако, мэр Бельц рекомендовал нам обратиться к его заместителю, Николаю Григоришину. Но тот не ответил ни на звонки, ни на сообщения. По словам же самого Рената Усатова, в этом году, в бюджете Бельц, на содержание и ремонт дорог заложено 17 миллионов леев. Но для восстановления всех местных улиц необходимо не менее 100 миллионов. La revedere!